Всем привет! Сегодня мы посмотрим коробку от Хобби Босса German Landwasser Schlöper. Артикул, коробка большая, видно плоховато, 82430. Так, коробка довольно большая. Что Хобби Босс, который, как известно, является чем-то вроде саббренда концерна Трампетер, переводится как немецкий наземноводный тягач или буксир. Так, в общем, прикол, да, машинка, собственно, почему покупалась? Ну, потому что, собственно, как можно не купить вот такой вот бакказ с гусеницами, да, собственно, насколько он забавно выглядит. Прототип, сразу можно сказать, что, ну, собственно, чем он является по названию, понятно. То есть, это такая амфибийная машина, которая задумывалась как, во-первых, транспорт 20, по-моему, десантников, ну, не очень много, да, по меткам. И, во-вторых, в принципе, должна была таскать специальные понтоны с какой-то военной, там, техникой или снабженческой. Ну, в частности, там, может быть, с какими-то артиллерийскими орудиями, может, с какими-то другими машинами, загруженными в специальные понтоны. Соответственно, с десантных кораблей там, возможно, как-то на берегах вывозила, где они дальше своим ходом. Ну, или могла там, например, какие-то орудия буксировать в прибрежной полосе выграниченной, так как, понятное дело, что в сухопутных условиях, конечно, далеко на такой штуке не уедешь. Разработка была где-то там еще в 30-х годах. Ну, в принципе, машин было построено мало, что там, по-моему, чуть не больше 20 штук всего лишь за всю войну. Ну, ну, в принципе, они пригодились, использовались на разных театрах военных действий, как на Восточном фронте, так вот и в Северной Африке. Вот мы видим букс-арт, это явно Северная Африка, можно понять по немецкой форме африканского корпуса. Ну, так как на Западном вроде что-то применялись, планировали использовать операцию «Морской лев» по вторжению в Великобританию. Ну, как бы, понятное дело, что эти все планы отменились. Ну, и, видимо, вот такая коробочка сделана. Сама модель, значит, 2008 года разработки, ну, было три версии, там, всякие ранние версии, поздние версии, там, с какими-то изменениями. Ну, в целом, вот до сих пор Хубибос их пакует. Так, что по букс-арту, по коробке самой, значит, на боковике боковая проекция одна, соответственно, видно, что цвет 1 у нас предлагается для окраски. На другом боковике, соответственно, другая проекция и содержимое, то есть, помимо, что видно, что дают декаль и минимальное фотоотравление. В других боковиках, собственно, посмотреть нечего, так что можно сразу нырять в коробку. Так, коробка не сразу поддается. Так, коробки, значит, у нас, собственно, все по-хаппи-боссовски и по-трампетеровски, с двумя отделениями, плитники в отдельных пакетах. Ну, видно, что, в принципе, коробка большая, но по факту, в основном, ее в высоту составляют отлитые в крупные детали части, то есть, верхняя часть, нижняя часть корпуса пластик. Ведь в всех пакетах это без пакета, собственно, три крупные детали будут по факту составлять основную массу машины. Виниловая гусеница. И остальные, собственно, пакетики с литниками, которых, в общем-то, всего ничего, что около трех штук. Значит, прозрачные детали, прозрачный пластик в наборе есть тут. Значит, декаль. Маски, я так понимаю, на окрашивание. Вот тут, так как истекление. Ну, это всегда, кстати, приятно, что маски дают, в принципе, не так уж часто во многих наборах дали. Даже гораздо более дорогих их увидишь. Кстати, разошла речь о цены, собственно, набор я взял, потому что он стоил, ну, для такого, скажем так, размера готовой машинки, да, там что-то около 25 сантиметров. Кстати, об этом Cubiboss указывает на коробку. В принципе, цена была довольно смешная, но как, собственно, было такое, не взять. Вот та самая минимальная платка с двумя решетками. Какой-то трос у нас дается тут. Ну, посмотрим, для чего эта нитка используется, там, сходу готов, не готов сказать, трос или что-то еще. И, собственно, инструкция. Инструкция, с которой мы начнем. Инструкция есть цветная вкладка по окрашиванию. Так, что у нас по инструкции? Так, вот, мы все уберем в сторону. Инструкция, значит, стандартная Хобибоссовская Трампа, Трамп Петровская, нету исторической справки, только лишь всяческие предупреждения. Раскладка литников, которых, как мы видим, совсем немного, несмотря на размер коробки. Все то же, что, собственно, у нас, да, это маски вот подписано и виниловые гусеницы. Ну, понятное дело, что виниловые гусеницы, конечно, сразу минус, но, в принципе, что есть, то есть. Еще можно, да, про прототип сказать, что 20 тягачей были выпущены вроде бы в таком форфакторе, а потом была вторая версия машины с тем же названием, сделанной с приставкой 2, но она была уже на совсем другом шасси, на шасси Панцера 4. Если здесь мы видим, так понимаю, шасси было, в принципе, вроде как бы оригинальное, не заимствовалось от каких-то танков на тот момент, актуальных у немцев. Что в инструкции, значит, шаги сборки, их должно быть, в принципе, немного. Ну, собственно, нижняя часть, значит, крепятся тележки с катками, вот они тут собираются. Сразу их там, в принципе, наверное, предлагают. Нет, прокрасить не предлагают, но, в принципе, и так понятно, что у нас тут. Деталей мало на каждом шаге, запутаться тяжело, в принципе, инструкция выглядит достаточно ясной, никакой мешанины, никакой путаницы возникнуть не должно. К тележкам, собственно, у нас там крепление грибных винтов, сами винты вот в этих нишах, потом, собственно, как собрать, скрепить виниловые траки, они надеваются. Ну, конечно, неприятно в том плане, что в юбах ярко выраженных, ну, точнее, как вообще на пусечных каких-то юбок, машины нет, то есть траки будут на виду, ну, вот на боксарте не изображено, что у них какой-то есть ощутимый провис, можно по фотографиям еще посмотреть, но, в принципе, конечно, в такой ситуации виниловые траки не очень. То есть тут что-то попробовать, возможно, поискать на замену. Но, может быть, при отсутствии актуального выраженного провиса, может быть, и с винилами можно что-то изобразить. Если поиграться с натяжением, или, может быть, с какими-то там еще ухищрениями. Значит, написано про использование окрасочных масок. На самом деле, кстати, в трампетеровских наборах и хобебоссовских неокрасочные маски редко попадались. Ну, мы видим, что внутрянка есть полностью у машины, так как большое остекление. Я так понимаю, внутрянка есть. Уж не знаю, насколько она там достоверная и богатая, но видно, что есть панели приборов, рычаги управления, какие-то внутренние дополнительные лючки, рулевые колеса, соответственно. Так, видно, что для чего у нас, собственно, используется нитка. Нитка у нас используется для имитации троса, скорее всего, на вот этот вот вал. Натягивание чего-либо. Так далее. То есть, соответственно, в принципе, декоративная достаточно. Панель приборов, места. Соответственно, устанавливаются экипажа. Ну, это что-то вроде выхлопа, скорее всего, через трубу такую выводится, да. В общем, на кораблик. На небольшой кораблик это все похоже. Значит, каких-то другого интерьера, я так понимаю, в машине нет. Каких-то, может быть, скамей для десанта или что-то еще. То есть, задняя часть, стыковка вверх и низа уже на шестом шаге. И, соответственно, детали рубки, только теперь крыша. Да, вот иллюминаторы, соответственно, прозрачного пластика вставляются в верхнюю часть этой самой трубы. Маскируются в том числе как остекление, так и осветительные приборы. Тут уже наверх всякие ручки, поручни, лючки восстанавливаются дополнительно и так далее. В принципе, всего мелочевки не сказать, чтобы очень много. Видно, что частично, я так понимаю, трос натягивается и вот здесь крепится тоже. То есть, видимо, часть идет сюда. Ну, насколько ниткой можно симулировать трос, в принципе, ну, сложно сказать. В целом он тут достаточно сильно намотан. Может быть, и ничего будет. Так, вот все-таки появляется какой-то внутренний небольшой отсек в рубке. Но тоже не то, чтобы это сильно как-то разнообразит внутрянку, но что-то еще есть. Дворники там, спасательный круг. И вот, собственно, у нас собрана рубка. Верх рубки стыкуются с низом, основной частью корпуса. И фактически это у нас подводит нас буквально что-то и к концу сборки. Готовую машину мы получаем. Только вот якорь такой у нас и еще какие-то минимальные приспособления. Какие-то буксеры очень ездят или что-то такое. И, соответственно, цветная вкладка. Я, как понимаю, на два варианта. Но они все оба относятся к Северной Африке. Соответственно, тут Дункенгельб. Я так понимаю, у нас идет на оба варианта. Помимо него, что единственное, что траки, понятное дело, там другим цветом. Там подкрасить спасательные круги. Там какой-то якорь. Там винты будут другим цветом. Но они нам как бы не особо посвящают нас в цвета, например, которыми надо красить винты. Несмотря на то, что они нарисованы другим цветом. Но к указанию, какой именно цвет нам использовать, это, в принципе, уже этот металлик. Видимо, догадаетесь. Ну, хотя, вот А, Б, есть. Но, в принципе... Б, это металлик стальной для гусениц. И Г, это у нас... Вот такое Г, вот здесь. Г, это у нас имеется декаль, что ли, какая-то, да? Это не цвет, это, наверное... Ой, это не Г, это 6, извиняюсь, я не увидел. Да, это декалин. То есть, несколько декалей, соответственно, разные на два варианта. То есть, это будет номер 234, и второй вариант на, соответственно, 32-й. Ну, и, в общем-то, собственно, больше тут особо-то нечего показывать. Единственное, что можно отметить, что... На бокс-арте, да, и на фотографиях реальных машин, я так понимаю, вот присутствует вот такая вот демпфирующая скатка, скажем так, да? Что-то типа того, там, возможно, какой-то брезент закатанный с чем-то. То есть, видимо, для демпфирования при каких-то, может быть, швартовке к чему-либо. Он есть на бокс-арте, но о нём ничего, ни слова нету ни в инструкции, ни в окрасочных каких-то вкладках. Соответственно, если делать, наверное, такую демпфирующую эту скатку, то её уже придётся как-то колхозить самому. То есть, их что-нибудь такое изображать, там, по технологии изготовления скаток и с, допустим, туалетной бумаги и клея ПВА там что-то скатывать, какими-то ниточками, тросами, тем же самым, возможно, перехватывать. Ну, то есть, как бы для колхозинга простор остаётся, да? Тут нас Хобби Босс оставляет наедине с этим. Так, ну, в общем, по инструкции, по бумагам это всё. Можно перейти к пластику, сравнивать по крупным деталям. Собственно, огромная ниша, ну, ниша, нижняя часть корпуса. Видим, что внизу есть рельеф, собственно, вот этой подводной части. На боковиках есть клёпка ярко выраженная, такая очень миленькая, обильная, достаточно сделанная, вроде прикольно. Ну, соответственно, ниша под винты. Какая-то подвеска, понятное дело, в наборе не рабочая. Сама ванна, скажем так, корабля-буксира-тягача. Ну, вроде бы не поведена, достаточно ровно сделана, но отлита в целом, ну, наверное, прикольно, я считаю. Вроде бы неплохо. Значит, ещё крупные детали. Это у нас верхняя часть корпуса. Почему-то две части сделаны крупные пакетики положены, а остальные, ну, точнее, самая большая крупная часть без пакетика. Так, что у нас тут? Ну, тут, соответственно, полрубки. У нас пион рифлёный, видимо, под дощатый. Какой-то вариант лючки различные. Ну, толкатели, я смотрю, все на невидимых частях, то есть это хорошо. Изгибов каких-то очевидных дефектов литья я не вижу. Вроде бы ничто не повело, никуда не скрутилось. В принципе, оно прикладывается, может, прям, буквально, к друг другу. Чуть ли не вот прямо в руках. Наверное, не буду этим заниматься, но в целом оно выглядит. Должно встать в любом случае в распор, поэтому я не жду, что тут будут какие-то крупные проблемы по справедливости. Ну и последняя крупная деталь – это верхняя часть трубки. Тоже в одну деталь, много лючков, смотровых иллюминаторов, клёпка, опять же, присутствует. Отлита, в принципе, по качеству абсолютно идентична предыдущим деталям. Мне нравится лично, в принципе, как это всё выглядит. Так, и, значит, остаётся непосредственно литники. Первый большой. После вот этого всего разрезания, да, такомовские заклеенные пакеты кажутся уже интереснее гораздо, да? Не надо вот возиться за этим, за всем выковыриванием. Значит, что у нас тут? Ну, соответственно, задние там части, внутренние переборки, задние там части кормы, мелочёвка органов управления там экипажа. Собственно, вот эта вот катушка, бухта или там как-то она по-морскому называется, я уже точно не помню, для намотки троса. Детали каких-то эмуллиминаторов, трубы. Ну, в принципе, всё по-трампетеровски достаточно стандартно. То есть, дефектов нету очевидных. Литник не изогнут, не поведён, не замят, но это действительно сложно, так как он свободно достаточно лежал в коробке. Якорь, то есть, деталей не очень много, так бы, опять же, по-трампетеровски. Вот шкалы приборов, кстати, да. На шкалы приборов у нас декали никакой нет, то есть их, если подкрашивать, они достаточно, конечно, крупные, но, в принципе, подкрашивать их придётся вручную. Ну, и, собственно, как бы сказать, особо больше нечего. Достаточно хорошее литьё, без каких-то очевидных дефектов. Ну, и какой-то убер-детализацией по-трампетеровски не блещет. Так, и, собственно, второй, и он же последний, тяжёлый, реально извлечу, удивительно даже. Последний, он же последний пакет с литниками, я так понимаю, это в основном ходовая часть, возможно, унифицированная между несколькими версиями, которые их у Бибосс выпускают от того же самого тягача. Так, литники идентичные, два одинаковых, соответственно, можно смотреть только один. Ну, видно вот эти рессоры, как бы, ну, толкатели на внутренних частях рессор, то есть внутрь ванны смотрят каких-то утяжен, на пластинах рессоры я не вижу дефектов, то есть они выглядят достаточно рельефно, ровно отлитыми. Опять же, детали тележек, всё в крупные детали, катки, звёздочки, ленивцы, всё, в принципе, спасательный круг, кстати, вот он. Кстати, у него достаточно сложное такое литьё, то есть, собственно, самоспасательный круг и непосредственно вот этот верёвка, скажем так, которую охватывает, она как бы отлита прямо в одну деталь, но при этом нигде никакого облоя, ни с чем, ничего не запугывает. Это прикольно достаточно. Ну, и мелкие там какие-то грибные вот эти рули, направления, и ещё немножко мелочи на... Ну, вот тут, конечно, некоторые вопросы возникают вот с этими деталями, то есть, если смотреть, не очень понятно, какая из сторон, ну, возможно, непонятно, честно говоря, сходу, какая из лицевая вот этих деталей сторона. Если лицевая вот эта, то тут видны следы толкателей, но, возможно, лицевая и вот эта, так что не могу прям сходу обвинить, что Трампетер что-то тут сделал не так, ну, это ладно. Выяснять это будет прям сейчас слишком долго. И вот, собственно, такие последние, что у нас касалось пластика, и остаётся у нас буквально по мелочёвке. Это у нас стандартно по Трампетеровски-хадебосовски упакованное фототравление вместе с ни с чем. Это просто для упаковки. Тросик, он же нитка, такая вот у нас, ну, реально нитка. И, собственно, с фототравлением две, буквально две решёточки. Ну, спасибо, что живой, как говорится, спасибо, что у тебя решётки есть. Потому что у тебя решётки, то, конечно, что пластики невозможно практически изобразить. И, собственно, у нас посмотрим, значит, декаль и маски. Так как уже скрываем всё. Так. Соответственно, вот они, Трампетеровски-хабебосовские маски. Но рельеф тут не увидишь, да, но он есть. Соответственно, в виде стикеров это всё сделано. Просто вот, соответственно, всё заботливо подписано, и в инструкции написано, какие маски куда клеить. И прикрытая листочком декаль. Тоже у нас, кстати, вот они прям, да, очень заботлива, все самые мелкие даже элементы. Упакованы и заклеены дополнительными защитами. Хотя не то, чтобы что с декалями что-то прям... Даже не отклеишь. Так упаковали, что... Да, тут, видимо, надо по-простому поступать. Вот такая вот декаль, собственно, на два варианта. Но на самом деле не только на два, как мы можем видеть, что оставлены цифры, собственно, на двузначный номер. При желании можно и свой, собственно, борт изобразить. Вот такая вот декаль. Тоже с ней никаких проблем. Ну, вот такая вот очень мини такой обзорчик набора. Довольно забавного по внешнему виду, на мой взгляд. Стандартно хобебосовско-трампетровский такой наборчик типичный. Из очевидных минусов, конечно же... Да, кстати говоря, очевидные минусы вспомнили, а показать забыли. Виниловые гусеницы, да, виниловые гусеницы из очевидных минусов. Ну, они хотя бы, ладно, хотя бы каждая гусеница в одну деталь. Хотелось их сплавлять, скреплять, если их оставлять, либо искать какую-то замену, смотря какие тут траки унифицированные, либо с немцами, либо что. Да, это самый, пожалуй, очевидный минус набора. Но зато прочих у него минусов пока, в принципе, не выявлено. То есть за такую цену есть и... Ну, трос разве что, да, не металлический, там не проволочка какая-то. Не какой-то тросик, а нитка. Но, в принципе, не знаю, может быть, до таких мест сойдет. То есть, короче, да, из очевидных минусов, пениловые траки. Нитка вместо троса. Ну, а то в остальном есть минимальное фотоуправление. Есть окрасочные маски, что довольно редко встречается. Очень большие детали отлиты в одну. То есть сборка реально будет в большей части. Модель довольно простая. Ну, и в остальном тоже ни дефектов каких-то литья, проблем очевидных нет. То есть такой, в принципе, набор, который на данный момент можно было купить за достаточно гуманный прайс. Продолжение следует...